МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звякинцева. Коротко о главных темах выпуска. Ремонт хороший, качественные обои, светло, ванна, туалет, отопление. Отметили новоселье в селе Советском. Переселенцам из ветхого и аварийного жилья вручили документы от новых квартир. Проведение ремонтных работ и последующее содержание отремонтированных участков. Расчищают до асфальта. Сахалинские строители не только ремонтируют, но и обслуживают островные магистрали. Даст возможность вздохнуть по-другому Дальнему Востоку. Сахалин на северном пути. В Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная освоению Арктики. Вы действительно полноценные граждане Российской Федерации. Главный документ юные сахалинцы получили свои первые паспорта. На пути к большим победам в школе игровых видов спорта Южно-Сахалинска набирают детей в бесплатные секции по баскетболу и футболу. В селе Советском Долинского района 8 семей отпраздновали новоселье в необычных домах. Проектировщики смогли совместить удобство благоустроенной квартиры и функциональность частного дома. Подробности расскажет мой коллега Владимир Ильин. Новенькие столбы для освещения, красивые фасады и чистый воздух. Нет, это не элитный комплекс в пригороде Южно-Сахалинска. В Долинском районе возвели 4 необычных строения для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Симбиоз частного дома и благоустроенной квартиры в Советском пришелся по душе новоселам. Все объекты сданы под ключ. Сегодня вы видите, реакция, в принципе, довольны, понимают. И в селе это, наверное, у нас такой первый момент, где мы построили именно двухквартирные дома для того, чтобы люди проживали именно на селе. Имели возможность ведения подсобного хозяйства, занимались огородами, сараями, как жизнь происходит в селе. Виктория Кошелева 30 лет жила с супругом в старом бараке неподалеку от новостроя. Сейчас на смену рутинным хлопотам пришли приятные. Например, придумать, как задействовать дополнительные квадратные метры. Старые дома были не только хуже, но и меньше. До переезда в эту квартиру мы жили в неблагоустроенном жилье. Не было элементарно воды, туалет на улице. Ну, старый дом, который разваливается. Действительно, нам очень все нравится. Ремонт хороший, качественные обои, светло, ванна, туалет, отопление. Мы всему рады. А старый дом какой площадью был? Я имею в виду, вот эта квартира, она больше или меньше по размеру? Эта квартира больше, да. На несколько метров квадратных эта квартира больше. Новоселье справили несколько дней назад. За это время уже успели оценить комфорт. Дом теплый, шумоизоляция хорошая. Всего ключи от новых квартир получили 8 семей. Во всех домах предусмотрено централизованное водоснабжение. В ближайшее время в новом микрорайоне сделают дополнительное освещение и благоустройство территории. Владимир Ильин, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Единая система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ за 5 месяцев работы на Сахалине показала свою эффективность. С 1 июля данные обо всех инцидентах в коммунальном хозяйстве стекаются в общий массив. Это нужно не только, чтобы отработать сиюминутные проблемы, но и собрать, а также классифицировать информацию. В итоге сведения попадают на контроль специалистам регионального министерства ЖКХ, а также федеральный центр. На их основе осуществляют мониторинг за работы по устранению аварий и инцидентов. С точки зрения оперативности реагирования составляют карту самых проблемных участков, чтобы запланировать на следующий год модернизацию ветхих сетей. После старта работы системы МК ЖКХ специалистам понадобился всего месяц на отладку. С 1 августа этого года система на территории Сахалинской области работает уже в штатном режиме. На территории Российской Федерации вся система заработала в штатном режиме с 1 сентября. Добавлю посредством новой системы за работой специалистов ЖКХ на местах пристальнее следят теперь и в Москве. Сахалинские дорожники заключили несколько контрактов на обслуживание островных магистралей. Подрядная организация обязуется убирать снег и проводить мелкий текущий ремонт. Интересно, что еще недавно эти же организации капитально реконструировали эти дороги. За очисткой одной из важнейших трасс региона наблюдала наша съемочная группа. Дорожным рабочим отдыхать некогда. Миновало лето, когда шло интенсивное строительство и ремонт автомагистралей. Наступила пора обслуживания. Первый снегопад неприятным сюрпризом не стал. Технику заранее подготовили к сезону. Соль и песок запасли в нужных количествах. Общая стоимость работ по зимнему содержанию дорожной сети обошлась бюджету в более чем 700 миллионов рублей. В Сахалинской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены три контракта на принципах жизненного цикла. Заключенные с подрядными организациями контракты предусматривают проведение ремонтных работ и последующее содержание отремонтированных участков. Этим летом километровый участок от проспекта Мира до аэропорта Южно-Сахалинска капитально отремонтировали. Эти работы тоже проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик зашел на объект в начале мая. На первом этапе специалисты подвели инженерные сети, затем перешли к устройству дорожного полотна. При этом трасса получила четыре полосы вместо двух. На обочинах появились тротуары и автобусные остановки. «Проезжая часть всегда должна быть открыта, потому что люди-то ездят. Проезжая часть у нас по нормативу четыре часа, а тротуары уже в последствии съезды. Основная дорога должна быть вычищена такой короткий». Километровый участок дороги ведет прямо к воздушным воротам островного региона. Поэтому трассе уделяют особое внимание. «К нам приезжают и иностранные граждане, и граждане из других регионов. Тем более сейчас это особенно актуально. Горный воздух уже запустил себя. Люди приезжают, соответственно, когда хочется показать. И, соответственно, за этой дорогой особое наблюдение. Патриарная организация со своей задачей справляется». Со специализированной техникой проблем нет. В прошлом году парк обновился более чем на 20 единиц. Это грейдеры, тракторы, погрузчики и шнокороторы. Всего на расчистке региональных и межмуниципальных дорог занято более 400 уборочных машин. Евгений Коньков, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Отказ от вредных привычек – одна из составляющих пропаганды здорового образа жизни. Сегодня сфера здравоохранения активно работает с молодежью. О важности сохранения здоровья подрастающего поколения мы поговорили с врачом областного наркодиспансера Павлом Львовым. Запись беседы «Смотреть» прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Павел Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите несколько слов о том, как сегодня сахалинский наркодиспансер пропагандирует здоровый образ жизни. Какие мероприятия вы проводите? Наркологический областной диспансер оказывает целый ряд профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и на понимание вреда в употреблении психоактивных веществ. Это показ видеоматериалов в школах, это лекции, это презентации для учащихся в учебных учреждениях, школьников и тех, кто занимается в вузах, техникумах, колледжах. Наркодиспансеры участвуют в акциях, мероприятиях, направленных также на пропаганду здорового образа жизни. Отказ от алкоголя, никотина, наркотических веществ участвует во всех международных днях отказа и борьбы с психоактивными веществами. В рамках профилактических мероприятий областной наркологический диспансер взаимодействует со всеми заинтересованными субъектами системы профилактики. Это и комиссия по делам несовершеннолетних, это полиция, это департамент образования. Почему делается основной упор именно на подрастающее поколение? Упор делается на подрастающее поколение по очень простой причине, что именно с детского либо подросткового возраста начинаются первые пробы, первое употребление психоактивных веществ. Под психоактивными веществами я имею в виду и никотин, и алкоголь, и наркотические вещества, не деля их. Именно в возрасте, грубо говоря, от 8 до 17 лет человек в первый раз что-то пробует, и в дальнейшем либо ему это понравилось, либо нет, и он, соответственно, может получить полноценную психическую либо физическую зависимость от психоактивного вещества и далее ряд вытекающих проблем из этого. Поэтому с несовершеннолетними необходимо работать в первую очередь для того, чтобы заложить понимание о вреде употребления психоактивных веществ. Вы затронули тему медосмотров в школах. Что это за медосмотры? Какие результаты они показывают? Медосмотры проводятся уже более пяти лет. Проводятся они в учебных учреждениях с тестированием на наркотические вещества. Положительные результаты у нас проявляются. Чаще всего эти положительные результаты связаны с употреблением лекарственных препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества. Такие препараты их дают детям при каких-то экзаменах, переживаниях, стрессовых ситуациях, не понимая того, что они дают детям именно употребление психотропных веществ. Также есть некоторые биологические активные добавки, которые направлены на борьбу с вирусной инфекцией, но при этом они также в своем составе содержат психотропные наркотические вещества. Вот эти вот вещества чаще всего, конечно, мы выявляем. В дальнейшем с этими детьми проводится профилактическая работа. Если до 15 лет, то приглашаются в обязательном порядке родители для дальнейшей беседы. После 15 лет ребенок, в принципе, имеет право самостоятельно ходить обращаться к врачу-наркологу, и к каждому учащемуся, к каждому несовершеннолетнему составляется индивидуальный план работы ввиду его индивидуальных особенностей субъективных. Сегодня молодежь вообще обращается в наркодиспансеры для того, чтобы избавиться от каких-либо вредных привычек? Обращается. Действительно, лично я наблюдаю увеличение количества обращений. Если даже сравнивать прошлый год, то в прошлом году это было около 30 человек обратились анонимно за помощью. В этом году уже более 50. И, конечно, основная масса тех, кто обращается за помощью, направлена именно на борьбу с никотиновой зависимостью. Сейчас стали очень распространенные вейпы, которые обладают также содержанием никотина в своем составе. И в дальнейшем вызывают серьезную зависимость. Ну и также дети в это число входят, которые обратились после профилактических медицинских осмотров, у которых выявлены некоторые психотропные вещества. Ну, также дети по алкоголю присутствуют. Вы как думаете, что сегодня необходимо сделать для того, чтобы нашему подрастающему поколению привить здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек? Ну, в первую очередь, конечно, необходимо с самого детства давать понимание маленькому ребенку о том, что такое здоровье и зачем оно нужно. Плюс ребенка, конечно же, увлечь и занять какими-то секциями, какими-то занятиями, какими-то увлечениями, дать ребенку возможность посмотреть на мир широко открытыми глазами и посмотреть, что очень много всего интересного, веселого, захватывающего для того, чтобы себя в чем-то попробовать и не причинить себе вред. Павел Вячеславович, спасибо вам большое за беседу. Всего вам доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин До семи лет Десятый международный форум «Арктика. Настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге посетили 2500 человек из 70 регионов России. Участники обсудили развитие арктической зоны в России. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудили поддержку коренных малочисленных народов Севера. Отдельную секцию посвятили арктическому туризму, но главной темой стало развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути. Развитие дальневосточного направления, как хабов транспортной инфраструктуры, ее развитие на Камчатске и на Сахалине, даст возможность вздохнуть совершенно по-другому Дальнему Востоку с точки зрения инвестиций, транспортной инфраструктуры и создания новых направлений для развития дальневосточного экономического кластера. Напомню, сейчас на Сахалине разрабатывают проект модернизации Корсаковского морского торгового порта. Она включает в себя одноуглубительные работы и обновление инфраструктуры. Таким образом, остров может стать одним из пунктов Северного морского пути. К Новому году островитяне стараются заранее закупить продукты. К праздничному столу сделать это поможет платформа «Доступная цена РФ». Система позволяет сравнить стоимость продуктов в разных торговых точках. Подробнее о ней мы поговорили с первым заместителем министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Андреем Речкиным. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Андрей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о платформе онлайн-мониторинга «Доступная цена РФ». Кто ее инициатор и для чего она необходима сегодня? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, в феврале месяце, в феврале-марте, когда вплеск пандемии дошел до Сахалинской области, было ограничение в передвижении людей. И по инцидиву правительства была создана система онлайн-мониторинга цен, которая была разработана совместно с Министерством сельского хозяйства и торговли и Министерством цифрового развития Сахалинской области. Платформа была сделана уже второй, вторая генерация. Первая была простейшая, но мы добавили те вопросы, которые были от бизнеса и от покупателей и сделали, сгенерировали вторую платформу, которая сейчас везде рекламируется. И по всем телеграм-каналам, по телевидению ее можно посмотреть. И все четыре шага, которые можно сделать для того, чтобы найти оптимальное ценовое предложение. Что это за четыре шага непосредственно? Первый шаг – это надо выбрать муниципалитет. Второй шаг – это надо выбрать вид продукции. Третий шаг – это выбрать магазин. И четвертый шаг – он уже автоматически появляется, и появляются ценовые предложения по данному муниципалитету. Сначала тот магазин, который есть, потом следующий, который находится рядом в локации. Платформа существует уже почти год. Насколько она оказалась полезной для сахалинцев и курильчан? Платформа очень полезная для сахалинцев и курильчан. Как я уже сказал, что было ограничение в передвижении. И человек, открывая эту платформу, набирая один из видов продукции, или один, или несколько видов продукции, он может посмотреть, где наиболее выгодное ценовое предложение из магазинов, допустим, по своему муниципалитету. А также может посмотреть эту же информацию по ближнележащим магазинам, где он находится. То есть, чтобы не ходить ему куда-то далеко, он может посмотреть, какие виды продукции ему нужны, и какие они в муниципалитете, рядышком с его домом, они магазины, которые находятся. И он там может посмотреть вот эти продукты. Значит, у нас 40 видов продукции, только продовольственной. Человек может выбрать хоть один вид продукции, посмотреть на него оптимальное ценовое предложение, и как в целом по Сахалину, и как в целом по муниципалитету, и по своему нахождению рядышком с домом. Выберет из этих 40 или один, или может сразу выбрать несколько, которые ему нужны, допустим, для приготовления какого-то блюда. И он может посмотреть, где ему можно купить их все сразу, по наименьшей цене, либо где-то в ближайших магазинах, чтобы сэкономить свой семейный бюджет. Мы сделали платформу для здоровой конкуренции между торговыми сетями и торговыми объектами. То есть, они могут посмотреть и где-то снизить цену, где-то, может быть, оптимизировать цену. То есть, бизнесу это тоже очень выгодно. Ну и потом, допустим, человек, который руководит бизнесом, он может удаленно, допустим, находясь на материке, посмотреть, какие цены ставят в его магазинах. И также определить, дать какие-то указания или какие-то предложения по своим магазинам. То есть, это очень востребовано, и в первую очередь было востребовано бизнесом, а уже население, посмотрев, как работает эта платформа, тоже очень часто пользуется. У нас достаточно много посещений. Только в первый день, когда мы открыли, было порядка двух тысяч запросов на эту систему. Потом, соответственно, там остались только те, кто смотрит и кому это интересно. Но интерес постоянно нарастает. То есть, это как полезно как для бизнеса, так и для покупателей. Будет ли какое-то развитие этой платформы и в чем оно будет заключаться? Ну, развитие платформы в обязательном порядке будет, потому что нам поступают постоянно вопросы и предложения от населения, от органов власти, от самого бизнеса. И мы в любом случае будем развивать. Я надеюсь, что мы будем увеличивать ассортимент продуктов, который там будет указан. Но и в будущем, я надеюсь, что мы ставим еще и промышленные. То есть, получается такая, знаете, глобальная платформа, на которой человек может выбрать все буквально. Андрей Иванович, спасибо вам большое за беседу. Всего вам доброго и до встречи. Спасибо. В Южно-Сахалинске выучили паспорта лучшим островным школьникам. Торжественная церемония прошла в здании областного правительства. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации. Гостей поздравил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Это документ, который вас вводит в взрослую жизнь и в дальнейшем дает вам возможность развиваться, чувствовать о том, что вы действительно полноценные граждане Российской Федерации, нашей огромной, любимой России. Первое место, где ты его предъявишь, какое будет? Родителям. Родителям. Это, конечно, родителям. И, наверное, предъявлю его на свою первую работу. Если я хочу куда-то пойти, подрабатывать, первое место – это моя первая работа будет. Документы вручили 23-м школьникам из разных муниципальных образований Сахали. На это ребята, которым уже исполнилось 14 лет, добились значимых успехов в учебе, в спорте, науке, культуре и общественной деятельности. Школа игровых видов спорта Южно-Сахалинска ждет в своих рядах новобранцев от 8 до 14 лет. Здесь продолжается набор в бесплатные секции по баскетболу и футболу. Во второе занятие ведет Вадим Дьяченко. Когда-то он выводил в чемпионы области взрослую дружину «Локомотив Тепличный». Теперь переключился на подрастающую смену. Игорь Антипов продолжит тему. Начинаем. Первое упражнение. Значит, по кругу оббегаем с внутренней стороны. Поехали. Один за один. В свои 58 лет он успел узнать все тонкости футбола и готов делиться опытом с мальчишками. Южно-Сахалинец Вадим Дьяченко в 80-х годах играл в первенствах области за местные команды «Колос», «Динамо», «Шахтер» и «Автомобилист». Один сезон в составе холмского «Портовика» спорил за медали на Кубке Дальнего Востока. Всем премудростям его когда-то научил первый тренер Виктор Клюев. Это было далеко в 70-х годах. Но я помню до сих пор, помню все его уроки. Закладывается все в детстве, потом передается. Если в детстве этому не научить всем приемам, то и переучивать, и научить в взрослом возрасте очень трудно. Он был вторым после Владимира Богумилова, кому удавалось выигрывать Кубок Сахалинской области как в статусе игрока, так одновременно и тренера. В 2007 году в Красноярске в составе дружины «Локомотив» завоевал третье место на всероссийском турнире. Подготовил он призеров и чемпионов Сахалинской области. Ребята входят в состав сборной команды города Южно-Сахалинска и представляют нашу школу среди муниципалитетов. Новое поколение Вадим Дьяченко уже успел вывести в призеры и победителей областных соревнований по мини-футболу. Парни выполняют все установки наставника. Пока что очень нравится. Ты все равно получаешь небольшую физическую нагрузку и у тебя очень сильно хорошо разбатывается мышление. Получаю удовольствие как от тренировок, так и от тренера, так и от всех игр, в которых мы участвуем в соревнованиях. Тренер у нас очень хороший, он верит в нас. В бесплатную секцию классического футбола ждут ребят от 11 до 14 лет. Тренировки трижды в неделю проходят в спортзале «Юниор» на Деповской 1. Какие нужны документы для поступления, вам подскажут в школе игровых видов спорта. Игорь Антипов, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Напомню, что наши новости вы также можете посмотреть на нашем сайте «Сахалин Курилы» по адресу skr.su и также на нашем ютуб-канале. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Правительство Сахалинской области напоминает. Если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова